Программа Spaceway – единственный возможный сценарий спасения земной технократической цивилизации от угасания и гибели. Человечество не имеет опыта индустриального освоения околоземного космического пространства. Да и какой должна быть космическая индустрия? Каковы ее функции? Каковы объемы и виды вырабатываемой продукции? Где в основном будет потребляться эта продукция? В космосе или на Земле? Вопросов может быть задано множество, и на них нельзя дать однозначные ответы сегодня. Любой ответ может быть верным и неверным одновременно. Все будет зависеть от тех конкретных путей развития, какие изберет земная цивилизация в будущем при широкомасштабном освоении космоса. Действительно, объективные причины – экологические ограничения уничтожения и деградация живых плодородных почв, исчерпаемость земных сырьевых энергетических пространственных и других ресурсов, опасность перегрева атмосферы и глобальных негативных изменений климата и тому подобное должны в будущем переместить сферу материального производства почти целиком в ближний космос. В то же время человечество, как биологический вид, как и любой другой вид живых организмов на нашей планете, является продуктом 4 миллиардов лет эволюции в уникальных и неповторимых условиях – земных. Мы идеально подогнаны к земной силе тяжести, магнитному и электрическому полю Земли, земному воздуху, насыщенному фитонцидами от цветущих земных растений, земной родниковой воде, содержащей необходимые нам земные микроэлементы, живительным земным продуктом питания, выращенным на земной живой плодородной почве, являющейся иммунной системой земной же биосферы, и еще многому другому земному, о чем даже не подозреваем, но без чего не сможем существовать не только сегодня, но и в обозримом будущем. Нигде в огромной Вселенной, в том числе на Луне и на Марсе, для нас, землян, не может быть более подходящих условий, чем на нашей прекрасной голубой планете. Поэтому основной потребитель продукции будущей космической индустрии будет находиться на Земле. Индустриализация космоса означает создание на орбите условий для производства различных материалов, энергии, машин, получения новой информации, осуществления технологических процессов, проведения научных экспериментов. Поэтому неизбежен значительный грузопоток между потребителем материальной продукции, человечеством, живущим на Земле, и производством этой продукции, размещенным на колоземной орбите. Поскольку человек в первую очередь материален, то потребление им продуктов как для своего собственного жизнеобеспечения – пища, вода, воздух и другие – так и индустриальных товаров, повышающих комфортность его существования, телефон, компьютер, телевизор, холодильник, автомобиль и другие – связаны с его эргономикой. Именно геокосмический грузопоток будет определять темпы развития космической индустрии на благо земной цивилизации, живущей в своем доме на планете Земля к тому времени порядка 10 миллиардов человек. Это как пуповина, только индустриальная, связывающая растущего ребенка с матерью. Ее сечение будет обусловливать обмен веществ, энергии и скорость роста ребенка. Следовательно, годовое душевое потребление промышленной продукции и в будущем должно быть соизмеримо с массой человека. Значит, для 10 миллиардов человек это не менее 100 миллионов тонн в год, или 10 килограммов на одного жителя планеты. Именно поэтому самым узким местом грядущей индустриализации космоса, когда земная цивилизация сможет стать поистине космической, станет транспорт на трассе планета, ближний космос планета. Даже в самых смелых прогнозах известные геокосмические транспортные системы, ракеты-носители, космический лифт, электромагнитная пушка и другие способны перевозить в год всего несколько тысяч тонн грузов или менее 1 грамма космической продукции на одного жителя планеты, что на 4 порядка меньше требуемых. Если бы мы были цивилизацией микролилипутов и весили бы в пределах 1 грамма, то такие объемы перевозок нас вполне устроили бы. Однако, для технократической цивилизации земного типа, которая только основных металлов, железа, меди и алюминия, выплавляет сегодня около 2 миллиардов тонн ежегодно, это неприемлемо. Если в ближайшее время не будут найдены решения этой проблемы, нашу земную технократическую цивилизацию ждет судьба плесени в чашке Петри. Съев все ограниченные ресурсы и отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, она погибнет. Анализ показывает, что до точки невозврата, когда созданная человеком индустриальная техносфера окончательно победит, то есть окончательно добьет земную биосферу, осталось два поколения. Геокосмические перевозки сегодня и в обозримом будущем будут очень дороги. С учетом капитальных и операционных затрат, в самых смелых прогнозах не менее 1 миллиона долларов за тонну. Поэтому для реализации программы индустриализации космоса, если опираться на существующие и перспективные геокосмические транспортные системы, потребуется ежегодный бюджет минимум в 100 триллионов долларов. Неоправданные и просто безумные затраты для человечества, значительно превышающие сегодняшний мировой ВВП. Эти затраты фактически направлены на самоубийство цивилизации, так как почти 100% денег уйдет на создание инструментов масштабного разрушения биосферы геокосмической транспортной системы, что особенно видно на примере ракет-носителей, в том числе перспективных. Об экологическом вреде ракет стоит сказать отдельно, так как именно ракетный вектор индустриализации космического пространства, освоение Луны и Марса рассматривается сегодня специалистами как наиболее приоритетный. Хотя ракеты наряду с озоновыми дырами создают и ионосферные дыры с потоками высокоэнергетических частиц к поверхности планеты, вызывают турбулентность в верхних слоях атмосферы, провоцируют мощные атмосферные циклоны, резко снижают атмосферное давление у поверхности Земли и другое, рассмотрим только один частный вопрос – уничтожение озона. Еще в начале 80-х годов прошлого века были данные, что более 60% озона в озоновом слое планеты уничтожается в процессе именно ракетных пусков. Носитель челночного типа «Шаттл» за один старт, в зависимости от ионосферных условий, может уничтожить от 10 до 40 миллионов тонн озона не только потому, что в качестве топлива он использует элементы, гасящие озон, азот, хлор и другие, но и потому, что плазма реактивной струи имеет температуру порядка 4000 градусов, почти в три раза выше температуры плавления стали, и скорость из течения около 4 км в секунду, в пять раз выше скорости пули снайперской винтовки. Таким образом, практически вся энергия отгорения топлива в реактивном двигателе выбрасывается в атмосферу, и только ее небольшая часть расходуется на полезную работу, на подъем груза на высоту орбиты и его разгон до орбитальной скорости, первой космической для этой орбиты. Кроме гашения озона, ракетные пуски меняют также физико-химию верхней атмосферы, вызывают турбулентность ионосферы и даже влияют на геомагнитное поле в тангажной плоскости пуска. Сложно определить комплексный экономический ущерб, наносимый планетарной экосистеме при традиционном ракетном освоении космоса. Но частную оценку ущерба только от разрушения озонового слоя планеты можно выполнить, если оценивать стоимость восстановления озона не природными, якобы бесплатными и безвозмездными, а техногенными способами. Известно, что озон получают путем пропускания воздуха или кислорода через озонатор. Основным фактором, обусловливающим затраты на производство озона, является расход электроэнергии. Лучшие промышленные озонаторы расходуют порядка 10 кВт-час энергии на получение 1 кг озона. При среднемировой стоимости электроэнергии порядка 10 центов за кВт-час стоимость электроэнергии, расходуемой на получение 1 тонны озона, составит примерно 1000 долларов. На самом деле эти затраты будут значительно выше с учетом стоимости оборудования и накладных расходов. Таким образом, чтобы восстановить озон, уничтоженный при каждом пуске тяжелой ракеты в количестве более 10 миллионов тонн, только электрической энергии необходимо затратить на 10 миллиардов долларов. Даже если каждая ракета выведет на орбиту 100 тонн груза, такие ракеты-носители в настоящее время на рынке отсутствуют, на 1 тонну полезной нагрузки придется экологический ущерб минимум в 100 миллионов долларов. Следовательно, минимальный экологический налог на освоение околоземного космического пространства с помощью ракет-носителей должен быть не менее 100 миллионов долларов на каждую выводимую тонну груза. И никакое перспективное удешевление стоимости пуска ракет не сможет снизить себестоимость выведения тонны груза на орбиту ниже отметки в 100 миллионов долларов. Того вреда, в будущем еще более чувствительного, который наносят ракеты нашему общему дому, биосферы, планет. Немаловажным будет и место размещения будущей внеземной индустрии. Она должна быть максимально близкой к потребителю, то есть к поверхности планеты, где будут проживать миллиарды человек. Так как индустрия будет включать в себя огромное количество составных элементов, заводов, технологических платформ, электростанций, жилых модулей и тому подобного, то орбиты их движения не должны пересекаться. В ином случае, учитывая очень высокие космические скорости движения, может произойти цепная реакция разрушения всей системы – принцип домино, что вызовет гибель тысяч, если не миллионов людей, обслуживающих космическую индустрию. Избежать такую катастрофу, вероятность которой не равна нулю даже при самой совершенной системе управления, можно только одним способом – размещением космической промышленности в экваториальной плоскости планеты. При подобном расположении круговых орбит векторы скоростей движения космических тел, находящихся в произвольный момент времени на одной и той же вертикали, параллельны друг к другу, независимо от высоты размещения орбиты. При этом разница в абсолютных скоростях движения на соседних орбитах тем меньше, чем ближе они находятся друг к другу. Поэтому здесь можно говорить не о возможности столкновения космических аппаратов, например, в случае какой-либо аварийной ситуации, а об их соприкосновении друг с другом. Это также позволит достаточно легко переходить с орбиты на орбиту и обмениваться между соседними орбитами, сырьем, материалами, энергией и произведенной в космосе продукцией. Таким образом, принцип освоения околоземного пространства в будущем в плоскости экватора существенно отличается от современного освоения космоса, где орбиты искусственных спутников Земли и орбитальных станций произвольны и пересекаются друг с другом. Мы находимся на планете в гравитационной потенциальной яме, из которой можно выбраться, либо поднявшись в бесконечность, либо вылетев из нее с первой космической скоростью, равной 7 919 метрам в секунду, причем не вертикально вверх, а перейдя на круговую орбиту. Поэтому в каждой тонне груза, доставленной на орбиту, необходимо подвести минимум 8700 кВт-час энергии. Если использовать электрическую энергию, вырабатываемую на тепловой электростанции, то это будет эквивалентно расходу примерно 2 тонн и 200 кг топлива. По этой причине геокосмический транспорт является весьма энергозатратным и должен иметь КПД, максимально близкий к 100%, во избежание глобальных экологических проблем. Например, ракета-носитель расходует в 20 раз больше топлива, чем требуется по законам физики, так как практически всю его энергию он подводит не к грузу, а выбрасывает в атмосферу. А с учетом предполетных, получение компонентов топлива, их охлаждение до криогенных температур и так далее, и полетных затрат, а также потери энергии, аэродинамическое сопротивление, потери нижних ступеней и обтекателей, на изготовление которых расходуется большое количество энергии и так далее. Общий энергетический КПД ракеты-носителя значительно хуже, чем у паровоза, около 1%. При возвращении груза из космоса на Землю космический аппарат тормозится атмосферой, поэтому вся их потенциальная и кинетическая энергия выбрасывается в окружающую среду в виде высокотемпературного плазменного следа, обгорания теплозащитной оболочки, акустических волн, усиливая экологический вред, нанесенный на начальном этапе геокосмической логистики при доставке груза в космос. Мы не знаем, каким образом будет развиваться техника в грядущем, и космическая в том числе, как не знаем и предстоящих открытий. Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, какой бы эта техника ни была, она будет подчиняться фундаментальным законам природы. Такие законы, многократно проверенные практикой, останутся справедливыми во все времена. В области механики к их числу относятся четыре закона сохранения, к которым могут быть сведены все остальные частные случаи законов сохранения энергии, импульса, момента импульса и движения центра масс-системы. Кроме кинетической и потенциальной энергии, космическому грузу необходимо также подвести импульс и момент количества движения для вращения по орбите вокруг планеты. Поскольку околоземная космическая индустрия должна создаваться с планеты, то по законам сохранения и лишняя энергия, равная 100% минус КПД геокосмического транспорта, и обратный импульс, как и отдача от ружья при выстреле, и момент количества движения, как и момент, передающийся на корпус вертолета от вращающегося винта, должны передаваться планете. Ракета, например, передает все это планете не напрямую, а через посредника, атмосферу, выбрасывая в нее продукты горения со скоростью около 4000 метров в секунду и с температурой порядка 4000 градусов в самой уязвимой ее части – в озоновом слое и в ионосфере. Это вызывает турбулентность, атмосферные и ионосферные вихри, и при каждом запуске ракеты приводит к образованию озоновых и ионосферных дыр размером с Францию. Многие недостатки ракеты обусловлены не только сверхвысокими температурами и скоростью истечения реактивной струи, но и требуемой сверхвысокой мощностью двигателей – порядка миллиона киловатт на каждую тонну груза. Представьте себе, например, сколько стоил бы обычный легковой автомобиль с двигателем мощностью не 100 киловатт, а 1 миллион киловатт. Как мощность реактивных двигателей, так и ускорение разгона – 30-50 метров в секунду в квадрате и более. Можно было бы снизить на порядок до приемлемых для обычного пассажира полутора метров в секунду в квадрате, как и в традиционном наземном транспорте, если бы удалось увеличить время их эффективной работы с 4-6 минут до 120-150. Однако это, к сожалению, не удается сделать, так как согласно законам физики уменьшилась бы реактивная тяга при снижении интенсивности горения топлива, которая во время полета всегда должна превышать стартовый вес. Поэтому все ракетное топливо сгорело бы, а ракет осталось бы стоять на стартовом столе, даже не шелохнувшись. Итак, основные условия и требования к индустриализации космоса и геокосмическому транспорту. Размещение космической индустрии на низких круговых орбитах в плоскости экватора. Геокосмический транспорт должен быть выполнен не как стационарное сооружение, а как летательный аппарат. Геокосмический транспорт должен быть максимально экологически чистым, самонесущим, принцип барона Мюнхгаузена, работающим только на внутренних силах системы, без какого-либо механического и энергетического взаимодействия с окружающей средой в процессе геокосмических перевозок. Теоретический коэффициент полезного действия геокосмического транспорта должен быть близок к 100%. Обеспечение грузопотоков в миллионы, а в перспективы и в миллиарды тонн грузов в год. Возможность рекуперации избыточной энергии, потенциальной кинетической, космической продукции при ее доставке из космоса на Землю. Использование для выхода в космос экологически чистой энергии, электрической. Геокосмический транспорт в процессе геокосмических перевозок должен передавать импульс, момент количества движения и энергию непосредственно на твердую земную кору, без включения в механическую цепочку атмосферы планеты. Мощность двигателя геокосмического транспорта в пересчете на одну тонну груза должна быть относительно невысокой, не более 100 кВт, как и у легкового электромобиля. Ускорение разгона для пассажиров и грузов должно быть комфортным и не превышать полутора метров в секунду в квадрате, для чего время выхода на орбиту и получения первой космической скорости должно быть не менее двух часов. Всем перечисленным десяти основным требованиям отвечает только одно инженерное решение — общепланетарное транспортное средство — ОТС, являющееся самонесущим летательным аппаратом, охватывающим планету в плоскости экватора. Особенностью функционирования ОТС является то, что выход в космос осуществляется путем увеличения диаметра его кольца на 1,57% при подъеме на каждые 100 км и достижение на расчетной высоте с пассажирами и грузом окружной скорости корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс ОТС не изменяется в процессе выхода в космос, он все время совпадает с центром масс планеты. Поэтому штатное движение, подъем на высоту и получение первой космической скорости на заданной высоте могут осуществляться только за счет внутренних сил системы, без существенного взаимодействия с окружающей средой. Оптимальной движущей внутренней силой для ОТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанного в вакуумном канале с помощью линейного электродвигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую до 10-12 км в секунду. В зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость. Она в тысячи раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 тысячам километров в секунду, полученная на этих же принципах в современных ускорителях заряженных частиц. Для передачи импульса и момента импульса на корпус ОТС при выходе на орбиту с целью получения орбитальной скорости, равной первой космической на данной высоте, необходим второй ленточный маховик. Тогда при торможении первого ленточного маховика его избыточную кинетическую энергию, поскольку линейный электродвигатель будет работать в режиме генератора, можно будет не сбрасывать в окружающую среду, а рекуперировать на разгон в противоположном направлении второго маховика. При получении двойного импульса от разгона одного и торможении другого маховика будет достигнута максимальная эффективность и максимальный общий КПД ОТС при подъеме на орбиту и при получении корпусом с пассажирами и грузом окружной скорости, равной первой космической. Таким образом, самый экологически чистый геокосмический летательный аппарат, использующий для выхода в космос только свои внутренние силы, имеет с позиции физики один единственный вариант исполнения. Три кольцевые структуры, охватывающие планеты в плоскости экватора с центром масс, совпадающим с центром масс Земли. Кольцевые структуры имеют возможность вращаться вокруг планеты и относительно друг друга со скоростями, превышающими первую космическую. Кольцевые структуры имеют возможность удлиняться при увеличении диаметра в процессе выхода на орбиту. Кольцевые структуры имеют по своей длине линейные приводы, способные разгонять и тормозить их относительно друг друга. Таким образом, ОТС — это геокосмический транспортный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. ОТС позволит за один рейс выводить на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов 250 килограммов на один метр длины корпуса ОТС и 10 миллионов пассажиров 250 человек на один километр длины корпуса, которые будут задействованы в создании и функционировании околоземной космической индустрии. За один год ОТС сможет выходить в космос до 100 раз. Для достижения того, что способна сделать ОТС за один год, современной мировой ракетно-космической отрасли, в которую уже вложены триллионы долларов, потребуется порядка миллиона лет. При этом затраты на доставку каждой тонны полезного груза на орбиту будут в тысячи раз ниже, чем у современных ракет-носителей — менее тысячи долларов за тонну. Экологически чистая ОТС, работающая исключительно на электрической энергии, позволит реально осуществить индустриализацию ближнего космоса. Для этого необходимо будет закрыть на планете все вредные для земной биосферы промышленные производства, создав их вновь на околоземной орбите на новых экологически чистых для космоса принципах. Данный шаг откроет доступ принципиально новым промышленным технологиям за счет использования уникальных космических возможностей, недоступных на Земле — небесомости, глубокого вакуума, сверхнизких и сверхвысоких температур, неисчерпаемых источников энергии и ресурсов, в том числе минеральных и пространственных. Потрясающие возможности открываются и в области информационных и энергетических коммуникаций. Вынос промышленности за пределы планеты радикально улучшит нашу общую среду обитания, наш общий дом, биосферу планеты Земля, особенно в индустриальных регионах, без каких-либо ограничений роста производства. Практически все инженерные решения, применяемые в проекте, широко известны, опробированы на практике и реализованы в настоящее время в промышленности. Бюджет проекта составит порядка 2,5 трлн долларов. Это не так уж и много, если учесть, что годовой военный бюджет США составляет сегодня почти 700 млрд долларов. При этом технологической базой для сооружения стартовой эстакады будут являться системы SkyWay, что позволит получать прибыль от проекта уже на начальных этапах его реализации за счет перевозки пассажиров и грузов по поверхности планеты. У человечества есть все возможности для реализации этого самого амбициозного проекта за всю историю цивилизации. Например, на сооружение ОТС и эстакады вдоль экватора потребуется около 100 млн тонн металла. Сегодня столько же стали выплавляется на планете менее, чем за три недели, и около 10 млн кубометров железобетона. Примерно столько же бетона уложено в одну единственную плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Мощность включения ОТС в мировую энергосеть порядка 100 млн кВт, 2,5 кВт на погонный метр длины, или 10 кВт на тонну груза. Что составляет менее 2% установленных нетто мощностей электростанций мира и равно мощности одной единственной ракеты-носителя, способной поднять в космос за один рейс менее 100 тонн, а не 10 млн тонн грузов, как ОТС. Линейный город с миллионами рабочих мест, построенный вдоль эстакады ОТС, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом SkyWay городским до 150 км в час, высокоскоростным до 500 км в час и гиперскоростным до 1250 км в час, позволит начать коммерциализацию программы SpaceWay еще до вынесения земной индустрии в космос. Струнные дороги уже сегодня способны зарабатывать деньги. Вокруг них люди смогут строить жилье и развивать бизнес. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более привлекательной жизнь в зоне транспортной доступности. Струнные транспортно-инфраструктурные комплексы дадут импульс к развитию ранее неосвоенных земель. Благодаря эстакадам SkyWay в самые отдаленные уголки придут линии современных информационных коммуникаций, электричества, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется развозить в разные самые удаленные точки планеты. Вокруг них появится жизнь, и с поверхности планеты постепенно исчезнут пустыни. Жилье в горах и на шельфе моря будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человек и природа станут, наконец, пребывать в гармонии друг с другом. Параллельно будут осуществляться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ОТС, которые потребуют около 5% от суммы инвестиций в проект. В общей сложности на решение всех инженерных задач понадобится минимум пару десятилетий. Несмотря на то, что работа ведется уже многие десятилетия, реализация данного масштабного проекта вряд ли возможна силами только команды, созданной автором ОТС-инженером Анатолием Эдуардовичем Юницким еще более 30 лет назад. Есть надежда, что такая глобальная геокосмическая программа общими целями и задачами объединит вокруг себя все страны мира, привлечет их к финансированию этого сверхамбициозного проекта, призванного спасти человечество. В силу своих технических особенностей, проект напрямую затронет территории десятков стран, в основном расположенных вдоль экватора, а по политико-экономическим причинам весь мир. ОТС и индустриальное ожерелье вокруг Земли станут незаменимой платформой для перспективного освоения дальнего космоса космическими аппаратами многоразового использования, а также охранным контуром для защиты от космических угроз, в том числе метеоритных. Срок реализации проекта составит порядка 20 лет с учетом социально-политических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Окружающий нас мир создан инженерами. Не банкирами, не политиками, не художниками, а инженерами. Однако управляется этот мир зачастую другими. Теми, для кого во главе угла стоит личное обогащение. Теми, кто наивно полагает, что в ситуации, когда планета будет стоять на границе гибели, их смогут спасти деньги. Они уверены, что со своими семьями смогут укрыться на личных островах, подземных бункерах, на подводных лодках и боингах с противоракетной защитой. Как они ошибаются? Планета – одна большая комната, не имеющая даже перегородок. Когда-то первобытные люди вместе со своими вождями жгли костры в своих пещерах и умирали от рака легких в 20 лет. Они смогли выжить лишь благодаря тому, что догадались переместить свои примитивные технологии, обычный огонь, за пределы своего жилища. Так теперь и мы, земная цивилизация, должны вынести техносферы за пределы своего дома – биосферы. Все инженерные решения для этого шага, обеспечивающие переход человечества на новый этап цивилизационного развития, уже созданы. Не вызывает сомнения, что в ходе реализации проекта общепланетарного транспортного средства необходимо будет справиться с большим количеством проблем и трудностей, как в техническом, так и в социальном плане. Однако они ничтожны по сравнению с теми проблемами, которые предстоит решить нашей земной цивилизации, если она хочет выжить и развиваться. Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров они обретали реальное воплощение. Наука дала нам инструменты, чтобы сделать мир лучше, но мы не хотим этим пользоваться из-за своей косвенности и консерватизма. Неужели сегодня, продолжая строить миллионы километров автомобильных дорог и считая ракету единственным ключом космоса, мы готовы мириться с тем, что нам предстоит переселиться на Марс? По цене билета в одну сторону в миллиард долларов и там умереть? Если это не так, и мы хотим жить, то нам необходимо обрести мужество измениться. Измениться каждому из нас. Мы не получили землю в наследство от наших предков. Мы взяли ее в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех у нас не будет. Земная технократическая цивилизация исчезнет, как неудавшийся эксперимент Вселенной.